Объединение нашего института с центром Алмазово отразилось и на подходах к формированию научной сессии. Тот командный подход, который там насаждается, он в принципе и отражает разнообразие наших докладов. Я не буду никого утомлять рассуждениями о нейронных констелляциях. Тематика будет максимально приближена к запросам нейрохирургического сообщества. Единственное, сразу хочу оговорить, что все мы разные в силу своего образования, и это нас и как раз должно объединять. Я не зря вынес в название доклада вот это кажущееся противоречие, что хирургия функционально значимых зон – это обычный подход к декларации вот этой проблемы. Более того, даже в одной из классификаций в нейрохирургическом издании я нашел классификацию зон мозга на функционально значимые и незначимые, что есть функции базисные и небазисные. Это не совсем так. Я бы сказал так, что есть познанные нами функционально значимые зоны типирования и локализацию, которых мы можем уверенно проводить. И это те зоны, которые отвечают за произвольную двигательную активность и за речь. И, к сожалению, до сегодняшнего дня не до конца познанные нами функционально значимые зоны, которые существующими методами объективно локализовать в условиях оперативного вмешательства мы на сегодняшний день, к сожалению, к очень большому сожалению, не можем. Поэтому на сегодняшний день нужно подходить с позиции такого физиологического редукционизма и говорить о функционально значимых зонах, как, наверное, о моторном картировании. О картировании моторной кары. Вся проблема моторного картирования, она, естественно, восходит к тем принципам нейрохирургических операций, которые оставил нам в наследие Николай Нилович Бурденко. Анатомическая доступность, техническая возможность и физиологическая дозволенность. И как раз одну из граней физиологической дозволенности нам очерчивает интероперационный мониторинг. На сегодняшний день все-таки под интероперационным мониторингом мы в большей степени понимаем электрофизиологические методы исследования. Хотя мы понимаем, что могут применяться и другие, но мы пока ставим знак приблизительного равенства. Интраоперационное картирование моторной кары в этой ситуации это как раз нейрофизиологическая методика. Я почему делаю акцент, тем более в присутствии Татьяны Николаевны. Поскольку есть методики по картированию, восходящие к своей проблеме, к нейроизоляционным методам. Мы говорим про нейрофизиологическую методику. Именно такое определение дали мы с профессором Улитином в нашей работе. Методика проста. Методика была известна на самом деле еще с конца 19 века и достаточно активно, как оказалось, использовалась в 20-е годы. Не знаю, чем был вызван отход от этой методики на рубеже 30-40-х годов, но Джаспер и Пенфилд, которые полностью типировали и картировали нам зоны мозга и предложили вот этот гомункулюс Пенфилда, они, по сути дела, опирались уже на достаточно большой опыт. Прямая электрическая стимуляция коры вызывает по нисходящим проводящим путям двигательный ответ в так называемых мышцах-мишенях. Мы не используем электрическую активность всех 256 мышц. Нам достаточно использовать 12, 16, 18 целевых мышц, которые имеют наибольшее представительство в коре. И регистрация их активности позволяет нам локализовать моторное представительство. Безусловно, есть методы нейровизоляционные. Разница между кортированием и интероперационным в точности, в той проблеме, которую инженеры обозначают как допуски и посадки. С большим сожалению, можно сказать, что предоперационное кортирование, основанное на методах функциональной МРТ, ПЭТ, других производных от этих методов, оно не дает, к сожалению, на сегодняшний день стопроцентной точной локализации. Поэтому локализацию приходится уточнять интрооперационно. Ну и вот, по сути дела, смысл всего доклада можно было бы свести вот к этому слайду. Совершенно очевидно, что без мониторинга, без кортирования операции проходят менее успешно, с кортированием более успешно. Честно говоря, мы все разные. По представленности нейрофизиологического мониторинга в наших стационарах, я как-то даже не очень относился к этому слайду даже сам как автор, пока в двух достаточно уважаемых лечебных учреждениях нашего города меня спросили именно об этих цифрах. Вот какова же вероятность плохих, так скажем, результатов при использовании интрооперационного мониторинга? Мы получили цифры примерно одинаковые с нашими московскими коллегами и новосибирскими коллегами. Это примерно 4-5%. То есть в любом случае мы не можем гарантировать на 100% отсутствие моторного дефицита. Почему мы взяли 2010-2012 год? Это были два последних года в нашем институте, когда мы оперировали без моторного кортирования. Методика в 2013 году внедрялась, и вот в 2014-2015 год мы уже вышли на устойчивый уровень функционирования, и, в общем-то, вот об этих результатах можем говорить. Но это, в общем-то, естественно, вершина айсберга, поскольку сама по себе проблема, она имеет большие под собой основания. Во-первых, для того, чтобы достичь таких результатов, нужно подходить к проблеме моторного кортирования как к составному элементу интраоперационного мониторинга, а интраоперационный мониторинг – это не некая самодостаточная процедура. Это составной элемент единого процесса, который мы выделяем как нейрофизиологическое обеспечение нейрохирургической операции. Такой же самостоятельный вид обеспечения, как нейровизоляционный, как анестезиологическое обеспечение, как морфологическое обеспечение. То есть невозможно проводить интероперационный мониторинг в отрыве от всего диагностического процесса, который зиждется на клинико-физиологических методах исследования. Соответственно, раз это отдельный вид обеспечения, он должен иметь и структурно-организационную форму. У нас была выстрадана эта форма, у нас создано специальное отделение. В рамках отделения клинической нейрофизиологии у нас есть лаборатория нейрофизиологического мониторинга, где функциональными обязанностями, ежедневным смыслом жизни этих людей является выполнение процедуры интероперационного мониторинга. То есть это не может выполнять человек, который занимается, по нашему опыту, допустим, какими-то другими видами лечебного процесса, и еще немножечко шить в операционный, и еще немножечко мониторировать. Тогда таких результатов мы не получим. В нашем институте мы достигли достаточно высокого уровня. Примерно 10-15% общего количества операций идут с интрооперационным мониторингом. Моторное картирование, как мы с вами видим, это не самая главная методика, но именно использование всего, всей палитры нейрофизиологических методов позволяет, в том числе, достичь таких результатов. И говоря об организационной направленности, об организационных формах, нельзя забывать о подготовке специалистов. На сегодняшний день специалисты по интрооперационному мониторингу – это врач функциональной диагностики, а исходя из запросов лечебного процесса, 85% клиника инструментальных физиологических исследований – это в том или ином виде электрокардиография и производная от нее методики. Соответственно, всякая подготовка по функциональной диагностике – это на 85% подготовка специалистов по клинической электрофизиологии миокарда. И в этой ситуации клиническая нейрофизиология, к сожалению, выпадает. Мы смогли уйти от этого противоречия. На нашей кафедре нейрохирургии, которую возглавляет профессор Улитин, введен курс клинической нейрофизиологии. И вот, опять-таки, говоря о подготовке специалистов, наш опыт и опыт функционирования других лечебных учреждений нашего города показывает, что, к сожалению, нельзя взять специалиста некой смежной области, начиная от нейрохирурга, анестезиолога или даже невролога, и 2-3 месяца, 2-3 недели, вернее, как это проводится в институте Бурденко, показать ему некие методики, и после этого рассчитывать на то, что будет качественно выполняться процедура интраоперационного мониторинга. Опыт показывает, к сожалению, без названия тех учреждений, где это есть, закупается дорогостоящее оборудование, находится этот человек, через 2-3 месяца это оборудование стоит у стенки, протоколы просто пишутся, что операция выполнена с интраоперационным нейрофизиологическим мониторингом. Мониторинг, к сожалению, не проводится. Еще раз говорю, это должна быть отдельная служба и должны быть отдельно обученные специалисты. И вторая проблема – это взаимодействие с анестезиологами. Не вдаваясь в глубины учения об общих анестетиках, в общем-то мы делим все анестетики на два класса – это не электролиты, то, что называется ингаляционные синаптотропные агенты, исходя из тех результатов, которые мы получили. Общие анестетики, которые относятся к классу неэлектролитов, все мембраны возбудимых тканей угнетают одинаково. Они, к сожалению, не угнетают исключительно клетки пятого слоя коры. И происходит снижение возбудимости мембран, происходит увеличение порога, при котором достигается моторный ответ, и это сказывается на качестве выполняемой процедуры. Более того, как оказалось, мы эту работу закончили буквально недавно, уход от миорелаксантов в этой ситуации, а проводить интероперационный мониторинг с миорелаксантами, ну, совершенно очевидно, да, бессмысленно, уход от миорелаксантов обусловливает увеличение дозы общего анестетика. И наши исследования с одновременной регистрацией кортикографии показали, что в силу индивидуальной восприимчивости, в силу индивидуальной толерантности, иногда высокой толерантности, ну, допустим, у людей с хорошим таким алкогольным профилем, с мощно работающими ферментными системами, иной раз доза пропофола достигает 7-8 мг на кг в час, что по-другому не обеспечивает соответствующую степень релаксации. При этих дозах на электрокортикограмме регистрируются паттерны подавления биоэлектрической активности, и в этой ситуации пороговые значения, при которых возникает ответ моторный, отличаются в несколько раз. И это была одна из причин, вот как мы выяснили в нашей работе, почему в некоторых случаях мы электрического ответа на операцию не получаем, а в послеоперационном периоде наблюдаем порезы и прочие двигательные дефициты. То есть взаимосвязь команды, состоящей из нейрохирурга, как заказчика, нейрофизиолога и анестезиолога, должна быть достаточно прочной. То есть нельзя проводить, ну, это совершенно очевидно, интероперационное кортирование с использованием миорелаксантов, но и привлечение других анестетиков должно быть адекватно поставленной задачи. Ну и закончить хочется теми словами, которые сказал Джаспер и Пенфилд в далеком, теперь уже в 1949-54 году, это дата русского перевода этой книги, которая настольная для всех, для нас написана, она была в 1949 году, что невозможно проводить эти исследования без тесного взаимного контакта между нейрофизиологом и нейрохирургом. И вот как я уже наблюдаю этот процесс в нашем институте, а с интересом, кстати говоря, прочитал очень большую статью в мартовском номере нашего журнала Clinical Neurophysiology, так скажем, о комплайнсе нейрохирурга и нейрофизиолога. Вот мы уже можем себе позволить, когда нейрохирург говорит, нет, вот как вот анестезиолог, да, вот пусть вот у меня будет этот анестезиолог и вот этот вот нейрофизиолог. Ты мне, пожалуйста, Марью Ивановну не присылай, не надо. Я хочу работать с Ниной Петровной. Это, конечно, уже следующий этап развития, и мне кажется, в том числе и в этом является залог успеха, и в этом является один из моментов эффективности доверия нейрохирурга к тем результатам, которые сообщает ему нейрофизиолог. Спасибо за внимание.